Сегодня у нас на обзоре бесщеточная аккумуляторная циркулярная пила в НИИСОК. Аккумулятор у нас 18 вольт, 4 ампер часа, макитовского типа, подходит для многих инструментов, можно сказать новый стандарт, универсальный. Частота вращения пилы 6700 оборотов в минуту, диск 140 мм. В комплекте диск по дереву 140 мм, аккумулятор 18 вольт, 4 ампер часа с индикатором заряда. Инструкция на русском языке, зарядное устройство для аккумулятора, профи пауэр на входе 220, на выходе 18 вольт, 2 ампера. У профи пауэр, кстати, есть свой инструмент. Ну и последнее, сама пила. Кейса в комплекте нет. Имеется регулировка угла реза до 45 градусов с пластиковым барашком. Площадка, разумеется, штампованная, кожух металлический с пластиковым ограничителем. Можно его так защелкнуть. Ограничитель глубины реза. Упорной ручки сверху нет. Видимо, подразумевается, что держаться нужно за двигатель. В комплекте почему-то нет упора. Хотя здесь он предусмотрен. Вот для него резьба, вот здесь пазы. Самого упора почему-то у меня не оказалось. Сбоку имеется шестигранник для того, чтобы можно открутить и закрепить диск. Заявленная. Глубина реза у нас 51 мм. Сейчас поставим диск и замерим. Чтобы поставить диск, сначала ставим внутренний фланец. Затем ставим диск картинкой наружу. Ставим наружный фланец. И завинчиваем болт. Резьба, кстати, здесь левая. Вот этим рычагом блокируем шпиндель. И шестигранником затягиваем диск. Остается только вставить аккумулятор. Зажимаем блокиратор и кнопку пуска. Замерим максимальную глубину пропила. Да, где-то 51 мм. То есть теоретически инструмента должно хватить для распила доски толщиной 5 см. Хватит ли мощности, надо замерять опытным путем. Сейчас пойдем на улицу, найдем досточку и распилим. Распилим доску дюймовку. Пила особо не напрягалась. Сейчас сдвоем. Есть некоторое напряжение, но не критичное. В принципе, доску 4,5-5 см возьмет она без проблем. Ну что ж, друзья, инструмент вполне интересный. И со своими задачами справляется. Что мне не понравилось. Когда пилишь левой рукой, ведешь, а правой придерживаешь, то ничего не видно. А вот если пилить в обратную сторону, справа налево, то держаться не за что. И приходится держать за выпуск стружек. Это как бы неудобно. Здесь, конечно, не хватает ручки. Во всем остальном инструмент интересный. Сделан достаточно качественно. Особенно если учитывать его цену. На момент обзора это порядка 5,5 тысяч рублей. То ему можно поставить жирный лайк. На сегодня все. С вами прощаюсь. Пока.